Я уже начал готовить урок новый по практическому администрированию Linux, пока продолжу с популистскими своими видео, потому что нам нужно разобраться с аппаратной частью. Мы решили то, что у нас помимо задачи сертификации LPI, еще стоит задача воспитания адекватных админов, и поэтому я сейчас такие основы рассказываю. Мы сегодня пробежимся чуть дальше по истории микропроцессоров, само собой я не буду вдаваться в подробности, вы все это можете сами прочесть в интернете. Я просто отмечу основные моменты и выделю основные характеристики процессора, когда они стали появляться, и в принципе процессоры в том виде, в каком они уже были на тот момент, они в таком же виде существуют и сейчас, с несколькими изменениями. Но характеристики, принципы работы, все то же самое. В прошлый раз мы с вами остановились на системе IBM 360, и сейчас подхватываем с того момента. В 1971 году у нас появился первый центральный процессор. Сделал этот первый центральный процессор в принципе Intel, и Intel с тех пор у нас так и остается лидерами по решениям в области десктоповых серверных процессоров, таких не экзотических. Тогда у Intel в 1971 году появилась модель Intel 4004, это был процессор на одном кристалле. Они создавали калькулятор и решили сохранить количество микросхем, когда делали этот калькулятор, и начали объединять в едином корпусе и сам процессор, оперативную память, память для хранения данных, и ПЗУ, то есть все что угодно, стали пытаться объединить в одну схему, и так у нас стал появляться микропроцессор. В Intel перешел работать итальянец, и благодаря им они объединили все эти микросхемы в один чип. Значит, если говорить о том, что такое один кристалл, об этом как бы знают люди, которые разбираются в процессорах, но мы сегодня как бы работаем на тех, кто пришел в администрирование и войти откуда-нибудь из страны, из гуманитарных каких-то наук. Я в администрировании. Вообще оказался случайно для меня вот это вот понятие процессор на кристалле, это чересчур было в свое время, несмотря на то, что у меня курс был в институте архитектуры микропроцессоров. Значит, есть хорошая ссылочка, я вам брошу ссылку, откуда я взял эту картинку, там показано то, как производится в принципе процессор, и есть у Intel даже на сайте три видео. Значит, на картинке вы видите, у нас наверху есть металлическая поверхность крышка, это обычная крышка, которая нам необходима для того, чтобы отводить тепло и защищать собственно сам процессор. Затем ниже у нас вот эта вот розово-фиолетовая штука, это и есть кристалл, это самая важная, самая дорогая часть микропроцессора, на нем и происходят все вычисления. Внизу находится его подложка, на которой уже находятся все контакты, и эта подложка у нас различными способами передает информацию на кристалл. Ссылку я вам дам, просто знайте, что в процессоре внутри вот так вот. И когда мы говорим о процессоре, мы должны понимать то, что есть такое понятие техпроцесс, это та процедура, которая нам позволяет изготовить кристалл, который есть у нас на предыдущем слайде. Есть много различных способов, это способы организации полупроводников на кристалле, опять же, я вам ссылку брошу, и когда мы говорим о техпроцессе, мы чаще всего определяем его какой-то цифрой. В современном мире это нанометры, это разрешающая способность оборудования, которое производят процессоры. Там есть различные способы нанесения этих полупроводниковых элементов на кристалл, кремниевый. Но ссылки я вам дам, сможете прочитать. То есть вот на картинке у вас показаны виды техпроцесса, которые у нас существуют сейчас, и которые у нас будут вскоре использоваться. То есть когда мы говорим о нанометрах, 22-45 нанометрах, это разрешающая способность оборудования, которое наносит все вот эти полупроводниковые элементы на кристалл различным способом. Значит, этот Intel 4004, он был такой слабоватый, ну, конечно, на сегодняшний день, производился по техпроцессу 10 микрометров, то есть это была разрешающая способность на тот момент оборудования, которое наносило информацию на кристалл. Содержал в себе всего 2300 транзисторов и работал на частоте 740 кГц. Это был 4-битный процессор, использовался в основном калькулятору. И вот мы добираемся до основных параметров. Значит, разрядность процессора. Разрядность процессора говорит о том, какое количество бит информации он у нас может обработать за один такт, протащить через свои регистры. То есть 4-битный процессор сможет за один такт обработать 4 бита информации. Это как раз наш Intel 4004. Тактовая частота – это то количество тактов, которое может выполнить процессор в секунду. Ну и раз мы говорим уже о регистрах, через которые процессор протаскивает информацию, это память, которая у нас находится внутри процессора. Самая быстрая, самая дорогостоящая память. Через три года после появления процессора 4004 Intel выпустил процессор у нас 4040. Это был точно такой же 4-битный процессор, те же самые 10 микрометров, та же самая 740 кГц. Но при этом он был уже немножко побольше, он содержал 3000 транзисторов. И поэтому они стали использовать другой форм-фактор вот этого корпуса. Если для Intel 4004 был 16-пиновый, то есть вот они наши пины, ножки, вот эти по краям корпуса, то новый процессор 4040 стал уже использовать 24-пиновый корпус. Ему нужно было больше ножек. Кроме того, в самом процессоре появились новые команды, о командах мы говорили в прошлом видео, и увеличенная глубина стека и поддержка прерываний. Опять же, у нас появились новые термины, поэтому нам нужно их закрепить. Стек — это у нас область памяти специальная, с которой работает процессор, которая организована по принципу last-in, first-out. То есть то, что вы последним положили, вы сможете взять первым. Ссылочку брошу вам. И поддержка прерываний. Прерывание — это специальный механизм обращения к процессору для обработки им какого-либо события. Наверное, так вот проще всего сказать. То есть современный процессор у нас все работают с прерываниями. Тогда на Intel 4040 это только появилось. Далее у них появился в начале 70-х годов и 8-битный процессор 8.008. Это был тот же самый 4004 с меньшей тактовой частотой, но при этом 8-битной. То есть частота была меньше. Он меньше тактов мог сделать за секунду, но при этом за один такт он обрабатывал в два раза больше информации. И уже на базе 8.008 сделали достаточно много различных компьютерных систем полноценных. Так же как с 4004 8.008 получил потом апдейт до 80-80. Но тут было уже много изменений серьезных. Тут появился новый техпроцесс. Стали плотнее располагаться элементы на кристалле. Было уже 6000 транзисторов на нем. Использовался новый корпус. Дип он называется уже тут 40 ножек у нас на нем. Больший набор команд. Тактовая частота 2 МГц уже. Использовалась 16-разрядная шина. Благодаря чему у нас вот этот вот процессор 80-80 был в 10 раз шустрее, чем 8.008. Снова появились новые понятия. У нас адресная шина. Шин вообще у компьютера много. Есть понятие системная шина. Вот вы видите на картинке. Которая состоит из трех шин. Сверху вниз шина управления, адресная шина и шина данных. У нас сейчас мы говорим об адресной шине, поэтому упомянем только ее. Это специальный канал связи между процессором и оперативкой. Ширина шины адреса определяет именно объем памяти, с которым может работать процессор. Если мы говорим о том, что шина у нас 16-разрядная, то это 2 в степени 16. Это 65 536 байт. Это то количество оперативной памяти, с которой может работать процессор. Об остальных шинах будем еще говорить, когда мы к ним вернемся. На базе нашего 8.0.8.0 создали тоже много компьютеров-систем. Самая такая забавная из них, это вот эта вот Nitz Altair 8800 появилась в 1975 году. В качестве шины на ней использовался интерфейс S100, который у нас потом стал стандартным для всех персональных компьютеров. S100 это специальная интерфейсная шина, которая у нас представляет собой процессор и схему карт расширения. И потом эта схема была уже много раз повторена. Опять же, все ссылки я вам к видео дам. Этот компьютер был интересен тем, что он был очень скромненький, всего 256 байт оперативной памяти, не было клавиатуры и монитора. Полицель работал с ним в таком прям двоичном коде. То есть он вводил данные путем переключения тумблеров и путем считывания информации с лампочек получал информацию. То есть такая довольно забавная штука. Опять же, было параллельно несколько разработок, о них тоже почитаете сами. Был процессор Z-Lock от того самого итальянца, который потом ушел из Intel. Это очень крутой процессор, был полностью похож на 8.0.8.0, но был круче. В нем было больше возможностей, на базе его было очень много компьютеров. В частности, вот ZX Spectrum был очень популярный. У него было очень много клонов, даже были в Советском Союзе его клоны. Он был очень удобен для обучения программированию. И на этом спектру мне считается то, что выросло поколение отечественных программистов. Тогда же развивались процессоры Motorola. У них был свой процессор 6800, потом были процессоры MOS и так далее. То есть мы можем сказать, что в первой половине 70-х годов у нас Intel был лидером. И потом эти лидирующие позиции удерживал. И при этом на этом моменте существовали только 4 и 8-битные процессоры. Со второй половины 70-х годов все начало происходить уже поинтереснее. Но об этом в следующем видео будем говорить. На канале начали наконец появляться дислайки. Кому-то не нравится видео. Я этому рад. Только я вас попрошу, пишите, что именно вам не понравилось, чтобы я мог как-то оптимизировать видео. Понятно, что скорее всего вот это все про процессоры вы знаете. Но я решил что-то как-то подвести, что ли, вас всех под единый бэкграунд, причесать, чтобы мы дальше могли работать уже находясь на одной странице, на одном уровне. Поэтому тем, кому это скучно, вы спокойно пропускайте. Тем, для кого все это IT-железо в новинку, смотрите, задавайте вопросы, уточняйте. Я вам буду в комментариях к видео отвечать. Спасибо.